Мы подближаемся к великому празднику, который мы готовимся уже в течение двух недель в спине. Святой Богородицы, вы видите, что уже храм приоблачен, священнические лизы голубые. Это показывает, что в дороге праздник, сегодня праздничный праздник соединяется с воскресным днём. И сегодняшний день я хотел бы напомнить и слабенье, и слухи при обмежении Господня. Господи, во свете лица Твоего поди, и о имени Твоем возрадуемся вовеки. Это вот запричастный стих, запричастный стих, это атрибут каждой литуре. И вот после святая святым, появится вообще сложно протяжно петь, пока волтеря причащается. У нас появится более простым, читативным праздником преображения Господи, во свете лица Твоего поди и о имени Твоем возрадуемся вовеки. Я хотел бы приурочить вообще к нашей жизни церковной, духовной, что мы имеем другие цели, стремления и законы, по которым мы должны жить, нежели те люди, которые не веруют и не находятся в церкви, соединены со Христом, об его те, и вот цель преображения нам показала достижение Царства Небесного. Это и есть лицезрение Бога, пребывание с Богом и видеть Его лица. Апостол правилам говорит, что мы когда достигли Его Царства Небесного, то будем глядеть лицом к лицу Бога, не в каких-то изображениях, а в каком-то есть. Это тайна, конечно, как это будет в действительности, мы тут полагаем. Но вот сегодняшнее евангельское чтение возвращает нас к нашей жизни, и вот как мы его проходим, мы видим юношу, вот это ирангельское чтение, нам должно быть знакомо, каждый год мы его слышим, юноша благочестивый еврей, который спрашивает Спасителя, как ему наследовать жизнь вечную. Спаситель ему отвечает, как мы знаем, из Старозакония, из Бедного Завета, о заповедь, есть заповеди Моисея, любодействие, любые, шти отца, предприниматель, и подытоживая, говоря, любить своего прежнего, как самого себя. Это молодой человек говорит, что он это все от юности забудал. Ещё одно заповедь я должен исполнить – это «Отдай своё богатство и сделай за Мною». Юноша, думаю, слышно печаль, отошёл от Господа, оставил его. И Спаситель сказал слова уже своим апостолам, которые присутствовали, как трудно богатому войти в Царство Небесное. И потом такой образ употребляет, по-разному он толкуется. А теперь люди, которые не могут пройти игольные уши, что легче богатому, нежели по образу невозможному умолению совершиться, чем богатому войти в Царствие Божие. И тогда апостолы возражают таким неудомением, которые, наверное, и у нас слышатся невольно. А кто может тогда спастись? И тогда заключительные слова Спасителя о том, что у Бога всё возможно. Не человек это невозможно, а у Бога возможно. Спасение. Мы, братья и сестры, как этот юноша, слышим постоянно «Спаси тебя, будучи в Церкви и соединили со Христом этот зов. Следуй за мной. Оставь и следуй за мной. Возьми кресло и следуй за мной». Что это Евангелие нам напоминает? В первую очередь мы об этом говорим каждый год, но, я думаю, нам полезно это повторять, так как Церковь обнимает каждый год. В первую очередь о том, что надо искать Царство Небесное, ищите Царство Небесное, и правда Его. Спаситель побелевает Царство Евангелие. Мы видим этого юношу, который до путешествия благодати ищет путей и знания, как спастись. Это должно быть основополагающее в нашей жизни. То есть при всём, что мы делаем, всегда должны быть на будущее. о том, как нам наследовать жизнь вечную, как нам дневную жизнь использовать, так как она будет успешна к вечному спасению. Вот в этом должна наша жизнь, как бы преобладающая идея нашей жизни, о том, как это сделать. Как апостол говорит, что мы едим и пьём, что бы мы ни делали, и мы должны делать во славу Богу, и так мы должны во всех наших детей искать именно решение вот этой задачи, как нам наследовать жизнь вечную. В том, что мы видим, что от нас требуется соблюдение заповедей. Это достаточно известно, просто, но вот мы должны вот в своей жизни следовать заповедям. Но все эти заповеди Господь подытожил. И Он не говорит о заповедях любви к Богу, которые тоже есть в десяти заповедях. Он говорит о тех заповедях, которые, как мы на прошлой неделе говорили, легко проверяются, на которых мы можем себя проверить. Мы выполняем заповеди, мы любим Богу, например, хотим именно это наследование вечной жизни, если мы будем вот соблюдать заповеди или стремиться к тому, чтобы соблюдать заповеди. И мы должны это тоже тут понимать, что это соблюдение заповедей, это отделяет нас от тех людей, которые не имеют заповедей, и от тех людей, которые к заповедям относятся относительно. Потому что есть другие законы и заповеди, по которым люди живут. И мы должны понимать, что есть заповеди Божьи, а есть заповеди человеческие, заповеди мира сего или даже заповеди, можно сказать, дьявола, по которым мир всех приучивает людей жить. Поэтому есть два пути, путь заповеди Божьих и путь, где заповеди человеческие, где предание человеческое. И там, и там есть свои правила, свои требования. И мы должны практически все время быть уверены в том, что мы следуем именно по стези, которая ведет к соблюдению заповеди Божьих, а не человеческих. И мы видим на этом человеке, на этом молодом человеке, который соблюдает эти заповеди, но совмещает соблюдение заповедей с другими заповедями. Вот, например, нет нерази. Вот, когда идет спокойная жизнь, и не нет противоречия какого-то, вызова, то можно совмещать. И этот путь, и другой путь. Но Господь это не позволяет. В жизни Он хочет, чтобы человек определился. И вот, момент для этого молодого человека было это пяти, да. Для каждого из нас это тоже этот момент, вот, где мы должны выбирать тот или иной путь, Божий или другой. Бывает, час, час повторяется, и Господь нас ведет. Потому что мы оставили эти пути, а ведь ищли по правильному пути. Этот молодой человек не смог, вот, при том, когда ему предстал этот вопрос, выбрать то, что вечно. Выбрать то, что его соблюдение заповеди должно было ему научить. То, к чему они соблюдение заповеди ввело. Чтобы не разрешать ничему мешать его правилам с Богом. Далее, братья и сестры, мы видим, вот, что он отходит от Бога. То есть, вот, эта печаль по миру, закон мирской, он раньше или позже берет свое, и свою жертву. Вот, как бы, вот. И Сайми возьмет. Поэтому, вот, мы видим, печальный конец этого молодого человека. Мы ему как-то сочувствуем, потому что это тоже где-то мы. Вот, в том, что мы соблюдаем, мы делаем, но мы постоянно спотыкаемся о том, что мы хотим и как бы другое сделать. И совместить, и схитрить, и обучать, и подвоедушествовать. И вот это, вот, есть, вот, у юноши решительный такой момент. Ну, не знаю, как дальнейшая его жизнь развилась. А мне об этом не считает. Нужно нам говорить. Но мы можем положить, что у него были еще другие возможности вернуться к тому пути, которому он следовал от юности, что это не его конечная, так сказать, точка. И вот, Господь, каждый из нас точка точно так же ждет, посвящает. И мы, конечно, имеем куда больше возможностей, чем от юноши, чтобы ходить во свете лица Божьего. Потому что мы благодатью Божией. И мы имеем эту силу святого Духа в себе, которая должна нас укрепить и направлять. И вот мы видим, что апостолы неудумевают. Но это как бы по старому человеку. Как это возможно? Не возможно. Для людей. А вот Бога, именно вот, победа внутренняя, возможно. Мы будем дать, естественно, в души иные этими рангельскими учтениями, что Господь нас укрепит, Он настаивает, Он нам даст, если мы отвернулись, ушли и не следовали, Он нам даст еще одну возможность. Но мы будем Его просить, чтобы эта следующая возможность уже была та, на которой мы покажем Его силу в своей жизни, чтобы мы разрешим ему действовать, нас и мы измениться. Мы не позволим вот тому единственному, может быть, как мы раньше говорили, потом попробовали, что удерживали. Все соблюдал, а все-таки есть одна ниточка, под которой вот нами оплати мир, чистая сила, наша воля и вот это единство. Если она единственная, а у нас, наверное, не одна нить, вот, которая под нами, вот, не Божие начало, вот, чтобы мы его предупреждали. Мы будем просить Господа, в этом будем укреплять себя в евангельском чтении, знании, в слове Божьем. Мы будем просить Господа о том, чтобы, приходя на литургию, мы каждый раз уходили более уверены в том, что мы хотим следовать, что мы, соблюдая заповеди, внешне будем внутренне, Бог их помнит, и что каждый раз, когда будет представать перед нами возможность преследовать или отказаться, следовать за Богом, следовать за своей сваростью, прихотием, своим разумением, мы найдем силу отказаться. И будем помнить о том, что мир имеет свои законы. Мы не можем думать, что мы должны жить по закону Божьему. И вот это, еще раздражаю мысль про его богатство или про этот принцип, которому наша жизнь сейчас приучит нас, что в этом счастье, в этом цели, в этом стремлении человека. И мы облагораживаем всякими возможными видами, что это не то, о чем говорит Спаситель, и у Бога Курганского или апостола Павла, что более всего славы, не проявляли. Что это не так. Но в конечном итоге, вот, люди будут приучены и приучены, чтобы мыслить и видеть себя, свою жизнь, свой путь именно через вот это внешнее благополучие, внешнее преобретение. И вот будет, конечно, в истории этот конечный момент, когда принять и будет просто печать. Ну, надо быть готовым дотом, чтобы сделать это как раз, иметь возможность. Потому что там уже будет никакой возможности юлить или выкручиваться. Там уже будет очень четко. Но все должно быть к этому готовиться сейчас. Потому что это может быть и сегодня, и завтра. Это может быть в какой-то другой форме. Вот это то, к чему, что должно нас подушевлять и упоминать. О том, что это очень сильно красиво себя воспользоваться. Мы с тобой в помощь перед дверьем чудного, великого, дивного праздника. Отчтите его, участвуйте, проводите Божью Матерь нашу с Испутницей, когда дойдут на небо, чтобы она, оттуда взирая на нас, утешала нас, руководила нас. И так мы закончили этот церковный год. Последний, великий праздник. Сегодняшний и все ночные обязательно. Вы это знаете. Завтра и другие. По возможности. А на ранее. Если вы уже постараетесь помидеть, а то вы уже занимаетесь вашими другими делами. И здесь мы тоже исповедоваться. И готовиться отличным образом чтения всего подобного. Церковь. Алексей Матерьевич, Евгений Матерьевич.